Привет, друзья! С доброй женой горе, полгоре, а радость вдвойне, говорили знающие люди. И правильно говорили, ни для кого не секрет, что София Толстая содействовала мужу Льву Толстому в писательской деятельности. А не Достоевской, литературный мир обязан изданием сочинений супруга Федора Достоевского, собственных воспоминаний и дневников. Избранницей может гордиться и блогер-оппозиционер Сергей Тихановский. Светлана вместо него подала документы на регистрацию в кандидаты на пост президента Беларуси в 2020. Светлана Тихановская, белорусский политик, главный оппозиционный конкурент Александр Лукашенко на выборах президента Республики Беларусь в 2020 году. Документы на регистрацию в ЦИК подала вместо мужа опального блогера Сергея Тихановского, снятого с выборов и находящегося под арестом. Главным лозунгом предвыборной платформы про возглашенным кандидатом стали слова о возврате страны народу, снятии административных и чиновничьих барьеров. В случае победы на выборах Тихановская анонсировала перевыборы с допуском всех кандидатов. Светлана Пилипчук, девичья фамилия политика, родилась осенью 1982 года в маленьком городке Микошевичи Лунинецкого района. Ее родители в данный момент работающие пенсионеры и есть сестра. По словам кандидата в президенты, детство было счастливым, семья ни в чем не нуждалась, хотя и жили без особого шика. Главным ежегодным событием для всех была летняя поездка на море. Школьница и Света проявляла свои способности в спорте и общественной жизни. Круглая отличница, аттестат зрелости получила вместе с золотой медалью. Поступив на факультет иностранных языков Мазырского педагогического университета имени Ивана Шемякина, девушка готовилась к преподавательской деятельности, но учителем так и не стала. Работала секретарем, референтом, а затем знание сразу двух иностранных языков, немецкого и английского, позволило ей устроиться переводчиком в крупную фирму. Некоторое время работала в Ирландии. Светлану направили в длительную командировку благотворительную организацию Чернобыль Лайфлайн, занимающуюся оказанием помощи всем пострадавшим от аварии в Чернобыле. В одном из интервью Тихановская признавалась, что единственный раз, когда она участвовала в какой-либо политической деятельности, были выборы президента в 2001 году. Девушке исполнилось 18 лет, очень захотелось почувствовать себя взрослым человеком. Свой голос тогда она дала за кандидата в президенты Александра Лукашенко. С тех пор, вплоть до 2020 года, она большую часть своего времени посвящалась семье, мужу и детям, с которыми жила сначала в Гомеле, а затем все семейство переехало в Минск. Будучи студенткой 4-го курса университета, Света с подругами однажды пришла в ночной клуб отдохнуть. Владелец клуба обратил внимание на очаровательную девушку и пригласил потанцевать. Светлана влюбилась в Сергея с первого взгляда. Ему было 26, и молодой человек не планировал заводить семьи, пока не достигнет 30-летия. Но Света покорила Сергея, по его словам, в один момент. Через некоторое время они поженились, и как только девушка получила диплом об окончании вуза, переехала в Гомель. Когда в их семье появился первенец, было решено продать квартиру в Гомеле и купить жилье в Минске. Сергей работал в Москве, приезжал домой несколько раз в месяц, но жена понимала, что эта работа на благо семьи. Десятилетие совместной жизни Тихановские отметили в Париже. До того момента, когда ее муж создал блок «Страна для жизни», Светлана практически не интересовалась политикой. Ей нравилось быть домохозяйкой, мамой уже двоих детей. По словам Тихановской, на политическую стезию она встала, когда ЦИК Республики Беларусь отказал ее мужу в регистрации инициативной группы. Мотивация комиссии была проста – не отличной подписей кандидата. Сергей на тот момент пребывал под административным арестом за организацию несанкционированного митинга. Тихановскую зарегистрировали в Центр избиркоме 14 июля 2020 года. Перед журналистами она произнесла слова признания в любви, обращенные к супругу, и объяснила, что делает такой шаг ради него и тех людей, которые верят ему. На встречи со Светланой стали приходить тысячи людей, даже в провинциальных городах. Несмотря на то, что предвыборная программа не была ею озвучена конкретно, число сторонников Тихановской росло. Освобожденный из СИЗО муж снова стал активно работать, но вскоре автора канала «Страна для жизни» обвинили по нескольким статьям Уголовного кодекса и взяли под стражу. В его поддержку стали организовываться пикеты, неравнодушные скандировали лозунги «Стоп таракан», а также «Выпускай» и «Свободу народу». Светлана опубликовала открытое обращение в социальных сетях, назвав арест мужа провокацией. В конце июля, после задержания вагнеровцев, люди из частой военной компании «Вагнер» с российскими корнями Тихановскому переквалифицировали обвинительную статью. Женщина выступила с заявлением, называв ситуацию страшной, хоть подобный поворот событий был ожидаем. По ее словам, эту группировку привязали к Тихановскому. Невзирая на то, что муж содержался некоторое время в карцере и на поступающие ей и детям угрозы, кандидат в президенты сумела собрать 110 тысяч подписей. Ее штаб объединился со штабами Валерия Цепкала и Виктора Бабарико, которым в регистрации было отказано. Тихановская призвала стройников к голосованию именно 9 августа. Выступила за то, чтобы были освобождены заключенные по политическим и экономическим мотивам, а также заявила, что в случае ее победы будут проведены повторные прозрачные выборы. Светлана в своих выступлениях обещала также снять административные припоны, чтобы активно развивать малый и средний бизнес, отменить бесконечные проверки и снизить требования для иностранных инвесторов. Обратила политик от оппозиции внимание и на то, что необходимо упростить пенсионную реформу, отменить понижающий коэффициент и уплату налогов работающим пенсионерам. Политтехнологи отмечают, что Тихановская – первый кандидат постсоветского пространства, призывающая голосовать не за нее, а за честные и прозрачные выборы. 30 июля митинг в поддержку Тихановской собрал рекордное для страны количество людей. В среднем количество участников оценивали в 63 тысячи человек. Светлана высказалась за референдум о возвращении Конституции 1994 года, за освобождение политзаключенных и перевыборы президента. За сутки до выборов 9 августа 2020 года оппозиционный политик выступила для видеообращения к своим согражданам. В первом Тихановская без упоминания имен заявила, что Республика Беларусь – слабый лидер, а во втором призвала силовые структуры не следовать преступным приказам. Страна, по ее словам, должна стать свободной от диктата и силовых методов наведения порядка. Когда кто-то говорит, что не отдаст страну другой власти, мы не понимаем этих слов. Разве ее кто-то присвоил, чтобы отдавать? Разве кто-то приватизировал нас, чтобы отдавать? Беларусь – не собственность, а страна не должна принадлежать одному человеку. Предварительные итоги голосования в Республике Беларусь были объявлены ЦИК поздно вечером 9 августа. Согласно экзит-полам, Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. Победить на выборах Светлане не удалось. По официальным данным, она набрала 10,1 голосов, тогда как за Лукашенко проголосовали 80,08% избирателей. Сразу после объявления результатов Беларуси начались массовые протесты. Люди вышли на улицы, чтобы выразить свое недоверие к объявленным цифрам. Не остались в стороне и проигравшие кандидаты, каждый из которых подготовил жалобы в ЦИК. И первое это сделала Светлана Тихановская. Также женщина записала видеообращение, в котором сообщила, что вынуждена покинуть страну. Вскоре эта информация подтвердилась. Светлана действительно уехала из Беларуси и сейчас находится в Литве. Я очень обеспокоен этой ситуацией, так как по существу невиновного человека, такого как мы с вами, держат в нечеловеческих условиях такое длительное время. Думаю, Сергей не мог сделать ничего такого, что привлекло бы такое суровое наказание. Прошу всех поддержать Сергея в такую трудную минуту. Делитесь этим видео с друзьями и берегите себя, а также не забывайте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.